Здравствуйте! В эфире 12-го канала, третья страница дневника 27-го сибирского международного марафона. История этого грандиозного события пишется неравнодушными людьми, которые сами преодолевают дистанцию и помогают другим. О них мы вам сегодня и расскажем. Начало должно быть у каждой саги. История марафона в Омске ведет свой четко с 4 августа 1990 года. Для сибирского города это был настоящий прорыв в мир. В этом году праздник бега молодости и хорошего настроения посвящен 300-летию нашего города. Новейшая история Омска неразрывно связана с историей Симы. Но она, в свою очередь, начинала писаться нашими замечательными земляками, в далеком 1990 году поверившим, что именно марафон сможет открыть для мира новый, современный и динамично развивающийся Омск. Один из немногих стайеров, принявших участие абсолютно во всех Сим, начиная с самого первого, Евгений Житнов. На момент первого марафона Евгений Михайлович с друзьями уже не один год были активными участниками клуба любителей бега. Регулярно проводили соревнования, принимали участие в различных спартакиадах, проходящих как на территории Омской области, так и в других регионах. А тут такое событие. Марафон. Да еще и международный. И не где-нибудь, а дома, в Омске. Когда речь зашла о каком-то спортивном празднике, более высокого ранга, как его можно было просто пропустить, тем более мы знали, какие-то международные марафоны по другим городам, по событиям таким. И вдруг это событие касается нашей жизни непосредственно в Омске. Конечно, это привлекло внимание, тем более, что организаторами этого марафона были наши знакомые друзья, которых мы знали там и Хатько, и другие там ребята. Но это же был праздник такой незабываемый. Собрались на площади народ, там 900 человек, кто там куда, кто на 2 километра, кто на 4, кто там в даче, все. Как это будет, проверить себя, там и знакомства, там и впечатления по пробегу с иностранцами. И этот первый марафон мы бежали, у нас рот не закрывался. Все приветствия, посмотришь на город, на людей, которые узнают себя, ты там знаешь Советский район, там Ленинский район, там где Ламбада, где там все. Потом поняли, что нет, это тоже энергия. Ты когда начинаешь выражать из своей эмоции, эта растрата идет такая. Ну, это забываем много чего. Существует расхожее мнение, что марафон начинается с 35 километра. На самом деле, эта цифра у каждого своя. Как, пожалуй, средняя для всех, отметка в 30 километров. И именно до нее может бежаться вполне легко. Кажется, можно пробежать еще столько же. И вдруг, резко и неожиданно, начинаются серьезные проблемы. С годами, с опытом, Житнов научился справляться с этой проблемой. А раньше приходилось включать морально-волевые. И еще что. Чему и название-то подобрать трудно. Вот, например, был у него такой случай. Это было на пятом марафоне. Я пробежал его, я пробежал его на автопилоте в бессознательном состоянии. Это было одно из таких, но я редко об этом рассказываю, об этом говорю. Я пробегаю свою дистанцию, как положено, последний поворот. И мы здесь возле пингвина, пункт питания. И мы здесь. А я при сильной жаре взял с собой ватку с нашатырем. Целлофановый пакет его. Когда жара, я так понюхаю ее сам, и бежишь. И вот я нюхаю ватку возле пингвина. Вот это все, что я помню. Она мне падает из целлофанового пакета, она мне выпадает. Вот, и я целлофан нюхаю. И все, в этом больше ничего не помню. И я в таком состоянии, и на финише меня подхватывает. Фотография такая была. У меня два амбала берут, и я в таком виде. И очнулся в скорой помощи. Но финишировали. Ну да, я финишировал в скорой помощи. Да, очнулся. Так, все. Присядь, встань, присядь, встань. Я присел, встал. Ну все, выходи. Я вышел, сел так на бордюр. Интересно, сколько же время я подбежал? И ко мне подбегает маржи. Я говорю, сколько время? Мне говорят, 3.25. Нет, я говорю, вы не 3.25. Вы скажете, сколько у меня времени? Они побежали к судьям. И говорят, приходит, 3.21. То есть вся эта катавасия длилась 4 минуты, пока я встал. Но я вот на одну минуту в свое время чуть-чуть хотел на 3.20, получилось 3.21. Тренер и спортсмен. Энтузиаст бега. Неизменный лидер и организатор Омского клуба маржи. Человек, сильный духом и телом. Евгений Житнов дает свой совет новичкам. Самое главное, не сдаваться. Нет сил бежать? Перейдите на шаг, немного отдохните, восстановите силы и дыхание. Пусть прогулочным шагом, но коль уж вышли на дистанцию, обязательно закончите. Тогда в следующий раз вы придете на старт с гораздо большей уверенностью в своих силах. Преодолевать марафонские дистанции намного веселее и легче, когда рядом бегут друзья и коллеги. Работа спорту не помеха, так считают сотрудники компании Оша. В этом году торгово-промышленное предприятие отмечает 25-летний юбилей. Уже более двух десятков лет эта организация поддерживает Сибирский международный марафон, являясь генеральным спонсором этого яркого спортивного события. Подготовка к массовому забегу соответствующая. У компании даже есть свой девиз, придуманный ее основателем Александром Веретено – быть первыми в бизнесе и спорте. Руководители и работники группы предприятий Оша слов на ветер не бросают. Каждый год более ста сотрудников принимают участие в забеге. Спорт – это в первую очередь здоровье, дисциплина и дружба. То есть в каждом спорте есть трудовое соперничество, что позволяет людям сплотиться, коллективам и дружно работать. Мы также несем спортивную жизнь в школы. У нас на сегодняшний день 10 подшефных школ. И среди этих 10 подшефных школ каждый год проводится спорта-киада по различным видам спорта. Участие в марафоне в составе команды Оша для многих работников – повод для гордости. Слава о спортивных достижениях компании ходит давно. Так Екатерина Мухамедова всегда мечтала стать частью этого движения. Участвует в забегах регулярно и в этом году тоже планирует выйти на дистанцию. Участвовать в марафоне я начала довольно давно, еще когда занималась в университете легкой атлетикой в Омском государственном университете имени Достоевского. Входила в сборную по легкой атлетике университета. И тогда мы принимали участие в Акидене. Тогда я узнала о том, что самая сильная команда всегда у команды Оша. Она регулярно занимала призовые места, но тогда я даже не мечтала попасть в эту команду. И вот сейчас, можно сказать, одно из моих желаний уже исполнилось. Я принимаю участие в марафоне именно от команды Оша. Правда, в массовом забеге, но зато уже в составе, в основном составе, в составе работников. Активная жизнь в этой организации кипит круглый год. Оша является организатором еще и двух турниров по теннису и мини-футболу на снегу. С 91-го года компания Оша проводит турнир по мини-футболу на снегу. И с 97-го года мы проводим турнир по теннису. На сегодняшний день это мемориальные турниры, посвященные памяти Александра Константиновича Веритимова, основателю компании Оша. Когда пришел в компанию, мы начали проводить спартакиаду свою. У нас постоянно проходит и зимняя, и летняя. Ну, как бы, труженики наши поддерживают спорт всегда. На тренировки сотрудники Оши ходят целыми семьями. Для руководителей важно поддерживать здоровый дух компании, а для самих работников важно быть еще и примером для детей. Это и является еще одной причиной участия в сибирском марафоне, который для многих стал больше, чем просто забегом на различные дистанции. Ну, это праздник души в первую очередь. Ну, и проверить себя, показать внучке свое мастерство, как говорится. Своим примером, своим примером, показать, чтобы наши дети занимались спортом. Всем, кто трудится во благо компании, удается соответствовать краткому девизу предприятия. Эта сильная команда действительно всегда будет первой и в спорте, и в бизнесе. Третью страницу дневника 27-го сибирского международного марафона мы сегодня перелеснули вместе с вами. До начала старта остается все меньше времени. Любите спорт. Увидимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин